Дорогие друзья, уважаемые телезрители! Это было его перформанс-исследование, потому что одна из частей этого мероприятия занимает наблюдение, анализ поведения людей, их историй и так далее. Пока практическая часть, да. Суть перформанса заключается в том, чтобы привлечь внимание окружающих к ним самим, чтобы люди в сумасшедшем жизненном потоке, в спешке на работу, по делам каким-то. В основном никто не задумывается о каких-то вещах, люди машинально живут, от точки А к точке Б, передвигаются. И зачастую проживают в них свои жизни, поддаются манипуляциям, влиянию абсолютно разному, пропаганде. Хорошо. Я предлагаю им остановиться и задуматься, насколько это все настоящее в них, насколько их подумали в свою жизнь. Каким образом вы предлагаете им остановиться и задуматься? Расскажите, как все это выглядит? У входа в желтые великаны, галерею, стоят две конструкции. Такие белые тумбы с зеркалами, выставлены таким образом, что мы видим, смотря по диагонали, мы видим не отражение свое, как в обычном зеркале, а видим себя как бы со стороны. Я в течение 150 часов смотрю себя в глаза. Вы сидите у зеркала и смотрите себе в глаза. Это происходит на улице и в это время, естественно, проходят люди, проходят люди, студенты, взрослые, дети абсолютно разные. И, конечно же, они видят эту конструкцию, и, конечно же, у них уже возникают какие-то вопросы, вопросы, что здесь происходит, что это такое. У нас мало кто на самом деле понимает, что такое перформанс, и не все даже знают, что есть такое направление в искусстве. И для людей очень странно видеть подобное. То есть пример, что это живая картина, тоже не успокаивает, они не понимают, зачем там сидеть, как, почему. Но я стараюсь объяснять, потому что, я думаю, нужно исправлять ситуацию. Скажите, а как много прохожих останавливаются, возможно, заговаривают с вами, заводят разговор? А сколько проходит мимо? Ну, мимо проходит, наверное, около 100 человек в среднем, не считая моряков. Их там очень много, они все в одинаковой форме, их пересчитать, наверное, невозможно. Ну, хорошо, смотрите, вот, допустим, из общего потока, давайте возьмем вот 100 человек, сколько человек останавливается и все-таки задает вопросы, спрашивает, что это происходит, и знаю о том, что есть рядышком еще одно место, на которое можно также присесть и также посмотреть и сделать этот контакт. Сколько из 100 человек останавливается? Ну, останавливается, может быть, 70-80, дослушивают до середины 60-50, общение происходит где-то 20-15. А чем это говорит? Люди не хотят на самом деле думать, я наблюдаю. Висит у меня распечатанная большая информация, читать ее никто не хочет. Люди хотят, чтобы либо разжевывали, либо вообще отказываются слышать и сами делают какие-то выводы, проходя мимо, а там парикмахерская. Пошли дальше, передали эту информацию другим людям. То есть все, можно сказать, ну, большинство людей живут так на автопилоте, правда? Не замечая каких-то деталей, каких-то вещей вокруг. Вы, собственно, к этому и хотите призвать, да, чтобы остановиться и задуматься. Да. Я прошу прощения, я вас правильно понял? На протяжении 150 часов вы сидели, смотрели свое отражение в зеркале. Ну, в отражении, уточню, в глаза все-таки. В глаза? То есть была определенная точка? Там важен зрительный контакт. Ну, это своего рода, возможно, как медитация, но это и психологический такой инструмент тоже. Вообще можно посмотреть с разных точек зрения на эту всю процедуру. Хорошо. Расскажите вот из тех, кто останавливался, садился рядом с вами, расскажите, какие были наиболее интересные разговоры, о чем вообще говорили? Ну, люди говорят, ну, о самом главном, что их беспокоит. У кого-то это любовь, у кого-то это здоровье, у кого-то кто-то вообще просто какие-то вот случайные истории жизни. Такое ощущение, что мы знакомы уже много лет. Мне приносят свои гипотинки, кто-то приносит какие-то там открыточки, подарочки. Кто-то, ну, о разном. Вот сколько было людей, столько было историй. И все они разные, да? Все они, конечно же, разные. А что-то вот наиболее запоминающееся, что-то, что тронуло сердце? Были случаи серьезной психологической работы, конечно, подробностей, наверное, не имеем права рассказывать. Все-таки это личная история людей. Врачебная тайма. Люди, да, ну, вот люди, которые хотели покончить с собой, приходили. Дети, которые хотели покончить с собой, приходили. Были люди, которые абсолютно счастливы, приходили, делились тоже хорошими историями. Скажите, пожалуйста, вы находитесь там, ну, у зеркала непрерывно, или вы приходите в какое-то время, ну, и там находитесь. Я находитесь там с 11 утра до 5 вечера, каждый день, кроме вторника, в течение трех недель. Я так понимаю, что этот перформанс, он не окончен, он еще продолжается, и вот после нашего эфира, да, вы пойдете продолжать свой эксперимент. Да, и после субботы, когда будет закрытие, он тоже не остановится, я думаю, потому что, ну, это очень волшебно, наверное. Я начала наблюдать за людьми, и мне кажется, что не будет зеркала, не будет тумбу, я буду продолжать делать то же самое. Правильно ли будет сказано с нашей стороны, что это эксперимент? Да. А будут ли еще эти эксперименты, может быть, по Украине, может, как-то расширяться будут? Если в Одессе, то где именно можно будет, в принципе, посмотреть в свое отражение, ну, уже на улице, и на самом деле остановиться, задуматься о происходящем, что нас окружает? Да, я планирую повторить, думаю, не один раз этот проект усовершенствовать, конечно, хочется не останавливаться на одной точке, как-то расти, тем более, что это очень в короткие сроки все делалось, очень внезапно, так резко я решила его делать, именно в рамках этой выставки. И не всем довольна, там, команды не хватало. То есть у меня были люди, которые меня поддерживали, конечно, помогали мне во всем, но вот тоже если бы был человек, который бы объяснял людям концепцию, которая, к сожалению, пока еще не очень понятна людям, это было бы, наверное, легче. Если было, кому носить пумбы эти. Ну, то есть какие-то организационные моменты, да? Это большая, на сегодняшний день команда большая у вас? Я и пару моих друзей, которые мне помогают. Понятно. Сам танцую, сам пою. Скажите, меня еще интересует такой момент. Вы как художник, ну, помимо того, что вы хотите обратить внимание прохожих, да, людей на себя, чтобы они взглянули на себя, наверное, вы как художник и как творческий человек хотите вынести из этого эксперимента и для себя лично что-то. Что лично вашей целью являлось? Это, допустим, вызвать общественный резонанс или, может быть, сделать какие-то выводы, ну, как можно сказать, срез на сегодня, вот, общественный. Что для вас являлось личной целью? С одной стороны, это личный самоанализ, самопринятие в каких-то моментах, то есть вот эта психологическая работа над собой. С другой стороны, вот, социальная составляющая. Это показать людям, каким образом они могут... Пример, что они могут остановиться, задуматься. И вдохновение. Это люди, истории, лица, разные, разные ситуации. Это очень интересно. Хорошо. Огромное спасибо за то, что сегодня вы пришли к нам в гости. Будем надеяться о том, что этот эксперимент, он у нас в Одессе еще продлится, и мы будем свидетелями, и также можно будет лично на своем опыте остановиться, я повторюсь, и задуматься о происходящем и окружающем. Вам огромное спасибо за то, что сегодня пришли к нам в студию, и надеемся о том, что еще в нашей студии мы вас увидим и не раз. У нас в гостях была художница Виктория Грозевчак. Ее перформанс продолжается до сих пор на улицах Горы, поэтому вы с удовольствием можете в нем поучаствовать. Ну, а нам уже пришло время прощаться. Время наше подходит к завершению. Говорили мы сегодня о знакомствах, о том, как стоит знакомиться, как не стоит, что говорят ученые. Вы делились своими историями о том, как люди становились близкими вам, как они входили в вашу жизнь. Все-таки мне кажется, что самое главное – это искренность в любых отношениях, особенно когда они начинаются. Если вы будете искренни, не будете придумывать, надумывать и что-нибудь там изображать из себя, то, наверное, люди, которые будут входить в вашу жизнь, они останутся там надолго. Вот этого всего я вам и желаю быть искренними. Самое главное. Да, друзья, на самом деле, огромное вам спасибо за то, что эти два часа вы были с нами. И поддержу я Ольгу. Всегда будьте искренни и всегда говорите только правду, даже когда начинаете новое знакомство. Ну, а сегодня в этой студии для вас работали очаровательная Ольга Ермоленко. И Дмитрий Подорога. До следующего утра. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»